Привет, обидатели интернета и мобильных сетей! Это droider.ru, это IFA 2015, это Берлин, и мы находимся на выставке, которая каждый год представляет нам достаточно большое количество новых смартфонов и новых планшетов, и те гаджеты, которые мы не выделили в отдельные ролики, мы решили объединить в этом видео. Итак, подборка наиболее любопытных смартфонов и планшетов выставки IFA 2015. Погнали! Вот так вот. Разговаривать по нему ты будешь выглядеть примерно вот таким фриком. Раз планшет предназначен для игры, давайте играть. Вруби фрукты, будь мужиком. И есть ручка, которую тоже можно вытащить и носить. Это огромный зеркальный логотип. Начнем со стенда компании Lenovo, которая представила в этом году достаточно любопытный гаджет, который называется Fab Plus. Как вы видите, это телефон плюс планшет равно Fab. Короче говоря, это реально огромный фаблет. То есть это не просто фаблет, это действительно фаблет плюс. Диагональ экрана 6,8 дюйма. Эта штука еле умещается в руке. Если ты будешь разговаривать по нему, ты будешь выглядеть примерно вот таким фриком. Если говорить о дизайне, то это очень похоже на iPhone 6, на который сел большой и очень толстый китаец. И долго с него не вставал. Посмотрите, абсолютно все элементы дизайна идентичны и похожи. Единственное, что отличает, это вот такая вот пластиковая решеточка сзади, сверху. Что касается характеристик, экран Full HD. То есть при такой диагонали PPI не шибко огромный будет. Процессор Snapdragon 615. Две камеры на 13,5 мегапикселей. Поддерживаются две сим-карты. Android 5.1. И интерфейс, я должен сказать, работает достаточно плавно. И он не сильно изуродован какими-то азиатскими штучками. В общем, достаточно все аккуратненько нарисовано, что немного даже непривычно. Вот такой вот гаджет. Давайте для завершения сравним его с обычным iPhone. Ну, примерно в три раза больше. Это смартфон, который называется Fab Plus. Даже смартфоном как-то неловко его называть. Вообще, стоишь рядом с ним и становится немного неловко. Сейчас я нахожусь в небольшом загончике на стенде компании Acer. Вот в такую клетку поместили все девайсы, которые относятся к линейке Predator. Это специальные девайсы, разработанные для геймеров. Очень агрессивный дизайн. Кроме ноутбуков, компьютеров, различных джойстиков, здесь еще показали игровой планшет. Планшет носит название Predator 8. То есть у него 8-дюймовый экран, Full HD матрица. И, естественно, он выделяется дизайном среди остальных девайсов. Как видите, по бокам расположены вот эти вот красные штучки. Но это не просто декоративные элементы. У них есть функциональное значение. Это 4 динамика, которые позволяют сделать более крутой звук во время игры или во время просмотра видео. Внутри стоит процессор Intel Atom X7. Кроме того, 2 гигабайта оперативной памяти. И будет 2 версии на 32 гигабайта встроенной памяти и на 64. В России вначале появится на 32. Перейдем к софту. Работает планшет на Android 5 Lollipop. В принципе, он практически не изменен. Вот эти вот папочки выглядят немножко по-другому. Но когда раскрываются, стандартные андроидовские папочки нас встречают. И это хорошо. Все работает достаточно плавно. Странички листаются хорошо. Есть любопытные утилитки непосредственно от компании Acer. Например, вот эта MediaMaster. Она позволяет настроить очень детально изображение и звук. Есть несколько различных профилей. Например, стандартный, когда вы просто пользуетесь им как планшетом. Или во время игры. Все профили можно поднастраивать. И вот таким вот образом можно даже регулировать температуру изображения. Вот, лузунок. Я, кстати говоря, ни на одном планшете не видел, чтобы настолько детально можно было подстраивать изображение. Можно сделать вообще чуть ли не черно-белую картинку. Вот Saturation вот таким вот образом выкрутить. Ну нет, все равно она, кстати говоря, яркая, но не настолько. Можно, если вы любите такие ядреные цвета, как у Самсунга, выкрутить на максимум. Справа находится настройки по звуку. Это что-то наподобие такого упрощенного эквалайзера. И он позволяет тоже, опять же, в зависимости от того, где вы играете, где вы смотрите кино, выбрать тот или иной профиль. Раз планшет предназначен для игры, давайте играть. Вот так работает асфальт на этом экране. Я не сказал бы, что все работает супер, прям гладко. Иногда все-таки некоторые подлаги не встречаются, когда происходит какая-то анимация. Но есть любопытные фишки. Например, здесь внутри, похоже, встроено сразу несколько вибромоторчиков. И когда вы играете, в разных местах планшета происходит такая вибрация. Что-то пытались, наверное, изобразить наподобие того, как это сделано в игровых контроллерах от консолей. Я не сказал бы, что это получилось идеально, но ощущения новые. Ну и в завершение еще одна отдельная фишка для геймеров. Для того, чтобы не уставали глаза, для того, чтобы можно было залипать в этот планшет очень долго, есть такой вот режим Blue Light Shield. Он делает цвета какими-то не очень красивыми, но, как утверждают специалисты на стенде, с помощью этой настройки глаза будут вставать гораздо меньше, если вы будете долго сидеть за данным планшетом. Это был игровой планшет Acer Predator 8, а мы идем дальше. Еще на закрытом показе нам удалось потрогать новый игровой смартфон от Acer, который будет называться Predator 6. Вот так он будет выглядеть. Тоже очень агрессивный дизайн. Четыре динамика, опять же, красного цвета. Корпус такой солидный. И сзади находится огромный зеркальный логотип. Ну, собственно, из названия ясно, что диагональ экрана здесь составляет 6 дюймов. Внутри будет стоять новый десятиядерный процессор MTK. К сожалению, данный образец не включается, и нам не удалось посмотреть, насколько быстро или медленно он работает. О фишках тоже пока еще полностью ничего не известно. Но, скорее всего, тут тоже будет применяться вот эта технология вибромоторчиков для того, чтобы было прикольно играть. И, наверное, работа со звуком будет тоже продвинутая. А вот компания Alcatel не стесняется больших размеров и представила огромный планшет, который называется XS или XS. Ну, видимо, и XS, да, потому что большой. Диагональ экрана 17,3 дюйма. Наверное, даже, скорее, телевизор на андроиде. Он очень тяжелый. Два с половиной килограмма, как такой нормальный геймерский супер навороченный ноутбук. Сзади есть подставка, которая выдвигается, кстати, достаточно жесткая такая, что говорит о немассе. И есть ручка, которую тоже можно вытащить и носить. Вот так вот, в принципе, другой багаж при этом носить не захочется. И еще тут есть такая выдвижная кнопка, в которой спрятаны два разъема USB. Можно подключать, видимо, флешки с фильмами. В комплекте идет стилус, который вставляется вот сюда прямо в корпус. Тут же расположены и кнопочки громкости, а также включение-выключение. Внутри, кстати, всего 2 гигабайта встроенной памяти, поэтому резон в этом есть. Работает на некоем восьмиядерном процессоре, не разглашает на каком именно. Полтора гигагерца его мощность. Но, как мы можем наблюдать, планшет работает очень логучо. Здесь Full HD матрица, но как-то вот не очень. Он справляется с обработкой даже интерфейсных анимаций. Можем запустить для теста, например, какую-нибудь игрушечку. Вот какой-то унылый раннер работает. Он, кстати, даже не трехмерный почему-то. Не нравится мне эта игра. Что еще есть? О, Fruit Ninja. Вруби фрукты, будь мужиком. Ну и здесь тоже, как мы видим, все работает с нерадостным FPS. А я сам... Ой, даже попасть нельзя по фрукту, потому что вот он как-то проскочил мимо. Откроем еще что-нибудь. Например, тут есть приложение для рисования. Вот Валера изобразил... Надеюсь, это не автопортрет, не знаю, лицо. Но рисовать можно, и это достаточно плавно. Единственное человеческое применение, которое я здесь увидел. И, кстати, оно без подлаги не происходит. И на финал мы заготовили самое клевое. 5-мегапиксельная фронтальная камера. Собственно, единственная камера здесь есть. И мне кажется, весело делать селфи на такой большой, огромный дисплей. Правда, нечем. Пульта нет, и можно пока... Давайте, самая крутая фоточка. Улыбочку, друзья! Улыбнулись? Ну, да, очень даже неплохо получилось при таком большом дисплее. Нормально. В общем, с характеристиками у него не все в порядке. Но, пожалуй, один параметр есть, которому можно порадоваться. Это батарейка на 10 тысяч миллиампер часов. Вот такой вот необычный гаджет от компании Alcatel, который называется XS. Взял, понес и устал. Один из самых удачных смартфонов, который удалось найти на сценде Lenovo, это Lenovo Vibe S1. У него интересный дизайн. Давайте посмотрим на него чуть поближе. Во-первых, тут уже читаются некоторые черты компании Motorola. Например, вот этот вот изгиб. Кроме того, сам по себе дизайн выглядит непохожим на другие. И сзади у нас стеклянная поверхность, но она, как я уже говорил, изогнутая. Здесь надпись Vibe. В принципе, она даже не раздражает. Камера на 13 мегапикселей. Вспышка. За счет изгиба сбоку смартфон смотрится очень тоненьким. По кругу идет металлический кант. Это алюминий. И еще скошенная фасочка, которая тоже придает некоторый шарм этому аппаратику. Экран на 5 дюймов. IPS-матрица. Качественные цвета и хорошие углы обзора. Работает смартфон на восьмиязерном процессоре Mediatek 6752 на Android 5.0. Но оболочка сильно изменена. Нет раздела приложения. Есть странные иконочки, темы и много всего остального. Но, кстати говоря, шторка выглядит почти так же, как на стандартном Android. Кроме того, внутри 3 гигабайта оперативной памяти и 32 внутренней. Но давайте, наконец, уже посмотрим на главную фишку этого аппарата. Это две передние камеры на 2 мегапикселя и на 8 мегапикселей. Для чего это нужно? Давайте разбираться. Во-первых, конечно же, для того, чтобы делать селфи. Но селфи необычные. Они позволяют делать очень интересные штучки с постобработкой. То есть, действует эффект, как у человеческих глаз. Две камеры, они позволяют лучше определить расстояние для объекта. И позволяют отделить передний план от заднего. Давайте посмотрим, как это работает. Вот так вот делаем селфи. И после того, как мы сфотографировали. Первое. Это мы можем сделать эффект размытия, как на зеркалочках. Вот, когда мы нажимаем блюр. После этого задний план отделяется и он размывается. Несколько различных эффектов есть. В принципе, работает неплохо. И передний план от заднего действительно отделяет тоже корректно. Кроме того, ползуночком можно немножечко это подправить. Другой инструмент – это вырезание объекта. Опять же, он может автоматически определить объект, который находится на переднем плане. Но это не всегда корректно. Поэтому приходится немножечко дорабатывать. И после того, как эта непростая операция завершена, у вас получается вот такой вот объект, который можно прилепить куда-нибудь. Например, выбрав какой-нибудь фон. Я луна, луная. Есть даже специальные картиночки без головы, куда вы можете сразу же себя поставить. Вот так вот. В принципе, выглядит очень странно. Но, короче говоря, в принципе, можно один раз сфотографироваться и потом уже ссывать свою голову на различные фоны, как будто бы вы путешествуете. И вообще не заморачиваться насчет селфи. И даже не придется делать каждый раз одно и то же селфи-лицо. Игрушка забавная. Не сказать, что она необходима каждый день. Я думаю, поиграешься немножко и забудешь. Но, конечно, приятно то, что компания экспериментирует. Иногда, может быть, не в ту сторону. В целом, аппаратик имеет приятный дизайн, неплохую начинку и компактные размеры. Поэтому, в принципе, на эту камеру даже не стоит обращать особого внимания. Это просто фишечка, которая есть. Это был Lenovo Vibe S1. Вот и все. Спасибо, что посмотрели видео. Ставьте ему лайк, если понравилось. С вами были Борис Веденский и Валерий Истышев. Это droider.ru с IFA 2015. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Ютубе, кстати говоря, в Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме и на наш паблик-чат в Вайбере тоже. Спасибо. До встречи в будущем.